Привет, друзья! С вами Тони. Наконец-таки сноуборд сезон начался, все уже катаются. В Москве огромное количество снега, я столько снега еще никогда не видел. Откапывал свою машину, наверное, минут 40, и то потом приехал, и опять пришлось раскапывать для нее въезд. В общем, снега очень много, и в такой снежный день я хочу поделиться с вами своим сноуборд-стаффом. Я буду кататься на сноуборде от бренда Террор, но с брендом Террор я уже знаком, так как они мне давали сабборд, но летом они еще делают сабборды. Я на этом сабборде откатал все озера в Москве, в Подмосковье, в общем, летом сабборд это вообще самая крутая тема, которая может быть. Я сначала что-то хейтил сабборд, но у меня просто не было сабборда. Но как он появился, я стал максимально респектовать. В общем, сабборды Террор тоже топчик, можете брать. Но сегодня мы будем говорить про то, что они лучше делают, и уже много-много лет, это сноуборды. Я зашел на сайт Террор, кстати, ссылочка будет в описании, посмотрел все их новинки в этом сезоне, и мне приглянулась одна доска, от которой я не мог просто отказаться и сказал, все, ребята, я хочу именно эту доску, потому что она и по дизайну мне понравилась, по характеристикам, а также по своей форме, потому что такой формы доски у меня еще не было. И я могу вам представить, это доска Гелиум Атеррор сезона 22-23. Вот такая вот новенькая доска. В прошлом сезоне у меня была доска 155, в этом сезоне я решил взять немножко побольше, 156, потому что, когда я поехал в прошлом году на Роза Фест, там было столько снега, что моя доска под моим весом, она просто тонула, и мне не хватало вот этого размаха, чтобы она меня держала. Давайте я сейчас ее распакую и также пройдемся по характеристикам, вместе с вами все посмотрим, потому что, если честно, я еще в ней сильно так не углублялся, это новая доска, мне ребята сказали, ты будешь просто кайфовать от нее, так что давайте пока покайфуем, распакуем. Многие мне писали, типа, Антон, на чем ты катаешься, какой у тебя сноуборд? Вот, вот мой новый сноуборд, Гелиум Атеррор, новинка. Вот так, опа, воу, нифига себе, она не глянцевая сверху? Ха, собственно, вот такой вот сноуборд от Террор, в руках он очень приятный, поверхность не глянцевая, такая защитная от ультрафиолета, то есть рисунок у вас не сойдет, ничего с ним не будет. И что касается рисунка, во-первых, мне нравится сочетание золотого и белого, и судя по рисунку, я, конечно, не могу еще до конца разобрать, вроде это отрывки кадров гор, а может быть и краски какой-то, но в любом случае сочетание цветов мне безумно нравится. Первое, с чего я хочу начать, это то, что доска у нас twin tip, то есть и nose, и tail у нас одинаковый, но что мне здесь очень понравилось, не знаю, как это будет сказаться на склоне, но то, что nose и tail у нас такой как будто немножечко обрублен. Если у нас обычно идет полноценный закругленный nose и tail, и он немножко даже здесь торчит, то здесь идет такой сруб и доска как будто квадратная. Именно эту технологию я хочу затестить, посмотреть, как доска себя будет вести на склоне, на паудере и может даже в парке, поэтому именно эту форму я решил взять. К доске идут у нас стикеры, вот такие вот стикеры террор, мишка, злой мишка, можно будет наклеить на доску. И идет у нас еще такая брошюрка с характеристикой, вот такая вот. Давайте посмотрим, что у нас тут написано. Так, первое, конструкция сэндвич, отлично, то есть у нас просто все слоями собрано, а внутри у нас идет кор. Геометрия, twin tip, но это мы уже знаем, shape, square, camber, классический camber, она выгнута, это не форма банана у нас, это у нас camber идет. Так, сердечник облегченный, из высококачественного павлоне, отлично. Жесткость 5,10, в принципе, это самый оптимальный вариант, если вы только учитесь кататься или вообще не знаете, какую жесткость брать. Всегда берите, ребята, середину и все, никогда не прогадаете. Уровень начинаешь и средний, в принципе, я не так профессионально катаюсь на сноуборде, но достаточно хорошо, так что средний мой уровень отлично подойдет для этой доски. Топ-шит, защита от ультрафиолета. Вот, это о чем я говорил вначале, то есть доска не глянцевая, она такая немножко матовая, такое ощущение, что стекловолокном ее накрыли, и рисунок у вас не пострадает, даже если, например, там какая-нибудь ветка влетит или еще что-нибудь. То есть вот этот защитный слой сдерется, но сам рисунок не пострадает. У меня такая же технология тоже на моих лонгбордах, и, в принципе, она очень хорошо себя показывает. Ну и назначение, фристайл 40, горы 60, отлично. Ребята, если честно, я только что тут узнал про одну тему. То, что тут идет два карбоновых стрингера, протянутых по всей лене доски, увеличивает щелчок и прочность. Прикиньте. То есть ребята инхрустировали вовнутрь сердечника два параллельных стрингера из карбона, что дает доске прочность, а также отзывчивость при щелчке. Если честно, ребята, я никогда не катался на таких достаточно технологичных досках, то есть не было там никакого карбона, не было никаких срубленных ноузов и тейлов. Безумно хочется это протестить. Покатаюсь я на Роза Фесте, покатаюсь на Эльбрусе, может быть, в Донбасс езжу. Ну, не знаю, как пойдет сезон, но в любом случае, когда протестирую, все вам расскажу, поделюсь своим личным мнением. И мне кажется, что доска себя покажет очень хорошо. Давайте поговорим про цену доски. Доска стоит 24 900. В принципе, не такой уж дорогой ценник для такой технологичной доски, но вы можете ее приобрести еще дешевле, если введете промокод TONY и получите от меня персональную скидку и сможете забрать эту доску намного дешевле. А также весь любой став, который есть на террор, вы сможете использовать этот промокодик. Так что забирайте и давайте тоже вместе кататься уже в этом сезоне. Я не знаю, ребят, что еще можно сказать про эту доску. Нужно ее тестировать, нужно на ней кататься, пробовать, кататься по паудеру, покататься в парке, попрыгать, пощелкать, почувствовать ее, вообще все эти технологии, разобраться. Но визуально могу сказать то, что доска достаточно интересная, сделана максимально качественно, никаких зазоров, ничего тут какого-то торчащего нет. Все аккуратненько, все сделано прям максимально хорошо и для райдеров, чтобы вы брали себе доску, спокойно шли катались и больше вообще не переживали за свой сноуборд. В следующем видео я расскажу вам про крепления, которые будут стоять на этой доске. Мы вместе с вами их распакуем, они мне пришли вот в таком вот интересном кейсе. И я могу сказать то, что это новая технология креплений, на которых я ни разу не катался. Я даже про такие, если честно, не знал. Но ребята говорят, попробуй вот это, тебе вообще может зайти, как скейтеру, ты прям кайфанешь. Поэтому, ребята, в следующем видео я расскажу, что это за крепления. Мы вместе с вами их сюда установим. И нам останется только бежать на склон и кататься на доске, и снимать для вас тесты. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал, поставить максимально экстремальные лайки. И увидимся уже в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.